Всем привет! Катя, ручкой помаши. Варвара, ручкой помаши, скажи привет. Часть вторая нашей прогулки. Пока мы туда-сюда ходили, девчонки ушли. Намусорили здесь и ушли. Тут плохо, что вот коровы ходят сюда. На следующий раз что-то я не подумала. Она прям в этих пошла. В тряпочных тапочках. Она холодная. Да, конечно, холодная. Все разгромили. Вот и есть же люди. А в бассейне, значит, там холодная вода, а здесь нет. Ножка бы не закусала. Я вот не могу пройти и вам показать течение. Теперь, когда вода холодная. Да, она вот туда далеко. Теплая бежала. Пошлите домой. Завтра продолжим влог. Вот, ты чего не одела резиновые? Заодно помоешь, да? Да. Ой, какая, как мошка тут летает. Надо было Сеньку с собой взять. Вокупаться еще холодно. Так, а когда будет не холодно? У нас лета-то и нету. Вчера холодно. Вчера 12 градусов было. Сегодня тепло. Ну, не жарко, тепло. Пойдем, надо картошкой заниматься. Пошли. Сейчас, ты видишь, купаются. Купаются они. Ходят они. Скажи привет всем. Скажи привет. Скажи привет. Главное, ручкой помахала и все. Домой идем. Я с речки сейчас как бегом бежала. Ноги все истыкали мошка, комары. Стоит наша мусорка. Вроде вокруг нее ничего так. А эта дорога вот эта вот идет, это уже к остановке. И к магазину нашему местному. Он хоть небольшой, но там все есть. С голоду не дадут умереть. И выпить, и закусить есть. И сладости все, и мяса. Мяса нету только. Парш, пельмени, все еще есть там. Вообще кошмар. Вот мы рядом с прудом, поэтому нам в огородки вообще не выйти. Мошка все, комары все залепляет. Ладно. Все, домой идем уже. Это, поворот к нам домой. Так, речку мы вам свою показали. Маленько поселок. Вот сейчас лук показываю. Ничего не пойму, что с луком? Почему он вот так вот падает? Может кто совет даст? Говорят же нельзя часто лук поливать. Но дождь прошел, мы не поливали больше. Надо все полоть. А он вот так вот падает весь. Вот что с ним? Падает и падает. Или так должно быть, или чего. Все зарастает. Ничего не хочу делать. С Катей. Катя уехала то ли в город с Варварой, то ли здесь пошла на почту кредит платить. Вчера договорились, говорю, пойдем в магазин. Она говорит, давай сегодня не пойдем, пойдем завтра. Мне, говорит, надо все равно на почту кредит заплатить. Сегодня стали собираться, она говорит, мне вообще сюда некогда идти, я не собираюсь сюда ехать. Мне надо в город ехать, там платить кредит. Короче, переобулась и все. Сегодня я уже разделась и обратно сказала, все, никуда не пойду. Она одна уехала, то ли в город, то ли что. Что с луком, ничего не пойму. Вот не договорились мы с ней. Думала, поснимаем еще что-нибудь. А она вот поехала в город. Ей вчера не надо было, а сегодня понадобилось. А я пошла на огород. Жарище стоит. Все в траве, ничего не хочу делать. Задолбала эта трава. Огурчики, не знаю, что тут уже. Ну, уже скоро цвести начнут. И этот вышел. Или кот все переломал, весь лук. Или что, блин, не знаю. Наверное, и лука не будет. Живности завели, блин. Я в огород, и он в огород. Ну, девчонки, этих муравьев нету. Прям вот с первого раза помогло. Не знаю, когда что вырастет. Буду сейчас все полоть. Здесь петрушки, три петрушки вылезло. Я не знаю, я не люблю. Мне вот нервов не хватает вот этим заниматься. Я вот, когда работала, мне было проще. Я пришла, знаю, все. Ну, я работала поваром, продавцом и вообще пекаре. Там все какое-то разнообразие. То сделать, то другое постряпать. А вот с травой мне нервов не хватает вообще. Я вот сижу, и этот подо мной тут. Вот он. Помощник, блин. А? Ты весь лук поломал мне? Вот так, я в огороде и он вместе со мной. Петрушка вообще плохо взошла. Такие дожди шли. Думала, польет, все взойдет. Столько насыпалось сюда. А петрушки тю-тю. Зато трава растет, и все нипочем. Сейчас надо все грядки прополоть. Вот так вот у нас с дочей такие отношения. Она что, пойдешь в магазин? Я говорю, никуда я не пойду, все. Все разделась, переоделась и пошла в огород. То одно она собирается делать, то другое, блин. В город не можем ехать, потому что Варвару рвет, блин. Чтоб не однообразие, чтоб что-то показать там, сходить на детскую площадку или еще что-то. А мы не можем из Варвары. Вот только остается, что деревня. Хозяйства у нас нету. Чтоб хозяйство завести, надо стайку сделать. А это надо пиломатериал покупать, на пол, на крышу. А это все дорого стоит. Мы еще ремонт не можем сделать. Ну вроде лук вот так растет хороший, но что он падает, я ничего не пойму. Да уйди ты! Что-то котяра этот лазит везде, свекла какая-то дохлая. Не повырвать тут чего-нибудь. Вроде так это, а вся какая-то пожульканная. Сегодня не знаю влог какой будет. Просмотров нету. Жалко лук, что с ним творится, не знаю. Я отхожу и еще там в юнке рву. Она ничего не хочет делать, она вообще как грядка мне подходит. А для меня одной... Детей зову, говорю, пошлите в огород. Вы есть хотите, блин, а работать не хотите. Одному некогда. Другой-то что, ку-ку что ли? Какой огород? Ну это Арсений. По-другому у нас не может изъясняться. Буду получше их делать. Редиску надо повырвать. Думала редиски не будет, она росла какая. Хотела вырвать ее все. Но она уже, наверное, жесткая. Сейчас маленько вырву. Да, салатик сделать. У нас Данька любит редиску. Сенька у нас вообще ничего не ест. Еще этот бензин кончился. Вот пять литров мы домой взяли. Пару раз покосили, бензин закончился. Сколько денег на этот огород? Если мы можем на эти деньги так же все это купить. Нет, надо было посадить. Кабачки тут всегда теряю, где они посажены. То ли кабачки, то ли цукини. Потому что перемешала, блин, нечаянно семена. А остальные вообще даже не проклюнулись. Здесь тяпкой можно пройти. Нет у меня помощников. Я вот одна, Катя чуть-чуть картошку пополола и все. Ничего не надо ей. Не хочет она ничего. Я тоже ничего не хочу. Я одна, блин, мне много либо надо было. Вот думаю, блин, с наследством еще ничего не получается. Этот, как ее, нотариус, она в отпуск ушла до 19 числа. Время идет. Я говорю, надо было в магазин сходить, а травой травить картошку. Но ей в город надо. Вот я и сказала, забирай Варвару, вместе с ней езжайте. Потому что с Варварой с ней невозможно ничего делать. Она везде лезет. За ней везде ходить надо. Катя купила пряников. Два пакетика, ну там, не знаю, по полкилограмма или по сколько. Она раскрыла и два пряника раскрошила в крошку вообще. А дети ходят, хохочут. А я сижу в компьютере, монтировала видео. А они хохочут, бегают, скачут, как кони нафиг. А она ломает пряники. Им смешно, блин. Ну что с луком? Почему он или так должно, ну рано, мне кажется, еще листьям загибаться. Ну он весь какой стоит. Весь попереломанный. Вроде ветра такого нету. Все, ладно, девчонки. Буду полоть. Пойду, наверное, на картошку. Надоела она мне эта картошка и все эти вьюны, блин. Тут горошек нафиг везде. Каждый день хожу, его срываю, а он все равно все тут же вырастает. Какие надо силы, нервы, блин, чтобы все это содержать в порядке. У меня нету нервов таких. Я так каждый день на взводе. Потому что дома постоянно крики, тишины никогда нет. Комната одна, ниоткуда от них не скрыться. Парник убрали, тут лежит. Куда полез? Ой, ладно. Я не хочу даже смотреть на огород. Вообще. Морковка хоть подросла. Ну, что-то мне кажется, или на бледный, или мне кажется так. Ой, блин. Я не знаю, как у людей, блин, гектарами земля, как они со всем этим справляются. Это же надо жить на огороде. А я посчитала, тут, в принципе, мы немного и сэкономим, если растянуть на год так. Тысяч, может, 15. И стоит это таких сил. Мне кажется, не стоит. Чтоб себя гробить на огороде. В жару, блин. С мошками и комарами. Ну, ты же не знаю, что первый раз такое с луком. Растёт всё, растёт потихоньку. Ну, вот он, видите. Вот так падает лук, что ему надо. Главное, укропчик подтянулся. Уже кушать можно. Но всё равно что-то мало надо было больше садить. Я, в принципе, укроп супы-то почти не ложу. Только в салаты, если. А так нет. Не люблю укроп в супах. Да и супы у нас не едят. Куда его ещё класть? Вот вьюнки-вьюнки. Каждый день хожу их. Убираю. Потому что плетутся. Они тут же растут, блин. Так бы всё остальное росло, как эти вьюны. Вот уж как, казалось бы, убирала. Такой лук сегодня, блин, вся расстроенная из-за дочери. Вчера же, говорю, договаривались. Мы вчера хотели идти. Потом, ладно, передумали. Думаю, пойдём сегодня. Хочу картошки. Хотела картошки и селёдки. Прям скуркну картошечку с селёдочкой. Ну, договорились. Стали одеваться. Она начала говорить. Вообще мне надо в город кредит платить. Вчера надо было здесь платить. Сегодня уже в город надо ехать. Ну, это она дала мне понять, что она Варвару мне оставит. А сама поедет в город опять шляться. А я занимаюсь здесь огородом одна. Потом приедет. Я устала. Мне жарко. Опять легла. Потом чай. Потом кофе. Кофе, чай. И так целый день. Ну, а то вы мне говорите, что траву это я, что ли, буду всё убирать? Тут косить надо. Тут руками не вырвешь её. Таз этот принесла, бросила. Пусть он тут стоит. Ну, одеяло, ладно, к бассейну это. Не знаю, сколько градусов сегодня. Ну, не так жарко. Ягодку надо собирать. Мы-то тут перекрутили. Тут хоть маленько, но есть. Хоть сколько-то надо пособирать. Вот она. Ой, не знаю. Вот, есть тут помаленьку. Но он висит. Варвара, правда, её тут повырвала с зелёного. Зелёную всё съела. Лук сегодня небольшой будет. Сейчас посмотрю, сколько. 22 градусов тени, значит, на солнце градусов 30. Ну, сейчас буду заниматься прополкой. Не, главное, лук. Эта картошка мне пофигу. Мне редко, когда хочу её. Мы ещё ту картошку не доели с закупкой, которую два месяца назад делали. Если не больше. Поэтому, не знаю, Катя приедет, поснимаю или не поснимаю, или так, и будем руганье. Вот эту вишню ещё надо вырубать, потому что ни одного урожая мы с неё не собрали. Надо пилу покупать. Не ножовку, а бензопилу, чтобы всё это спилить. А тут цветочки вот где? Здесь у нас отмозка. Цветочки не посадишь. Там уже забор. А где тут цветочки садить? Тут растут вот такие, как лопухи с голубыми цветочками. И где тут садить? Тут садить негде. Лилии уже засыхают. Такие красивые. Я даже не знаю, саранки или лилии это. Вот так. Ничего не хочется, девчонки. Когда нету помощи со стороны, ничего не хочется. Она после речки пошла на огород. Через 20 минут летит, говорит, я не могу, у меня мошка заела. Потому что, я говорю, у нас речка рядом здесь вот эта вот, которую мы вам показывали. Она через нас вот тут рядом за огородом проходит. И туда на ту сторону дороги. А днем, естественно, жарко. Ну пойду, что делать. Так, ветерок есть маленький. Ладно, девчонки, пошла я работать. Сижу опять в огороде. Злая, блин, как собака. Сегодня у нас, оказывается, праздник в городе. Триста лет Кузбассу. Летают истребители или там что, какие-то самолетики, короче. И гул такой всегда слышно было несколько дней. Было, видимо, тренировки, у них репетиции шли. А мы сидим дома. Варвара проснулась. Катя сходила, купила картошки, селедки. Я злая, разговаривать с ней не хочу. Выехать мы можем туда, а обратно мы не можем. Потому что у нас автобусы, маршрутки до восьми ходят. А после восьми только рейсовые, через каждых там сорок минут. До одиннадцати часов последние сюда в одиннадцать приходят. Ай, мошка затолбала. И мы оттуда нам никак не уехать, даже на такси. Потому что мы за прошлый год ездили, когда еще Варвары не было. Или Варвара была маленькая. Мы кое-как, то у нас знакомый привез кое-как. А так вот выехать невозможно оттуда. И вот съездить на праздник, сейчас вот туда ехать, обратно уже не уедешь. И сидим как клуш в этом деревне, в этом огороде с травой, блин. Ничего не хочется. Я вообще сижу в заперти. То есть огород, дом, огород, дом. Я никуда не хожу. Подруг я себе здесь не нажила. Даже в гости сходить некому. В городе насчет этого проще все равно, блин. Мы когда в Саянске жили, Иркутская область. Я всегда... Мне было к кому сходить. Дома я не засиживалась. А здесь сижу сиднем дома уже сколько лет. В городе бы хоть жила, там пошла бы по магазинам прогулялась. Да куда-нибудь сходить просто отдохнуть. А здесь деревня, она и есть деревня. Нет машины, сиди дома. Такие девчонки дела, блин, расстроенные вообще. А друг, который нас возил туда, обратно, по магазинам, или еще куда-нибудь. Он взял бы именно вот в этот день разобрал машину. Но, видимо, не захотел нас везти. Поэтому я опять вышла в огород. У нас сегодня 37 градусов было. Я маленько повозилась и ушла. Потому что невозможно. Ноги затекают от жары. Тем более я еще полная. Мне встать, сесть. Потом так коленки болят. Туда-сюда поднимать свое тело. Так что с праздником мы... Сегодня салют, видимо, будет. Потому что тут все-таки 300 лет. А мы дома сидим. Я Катю спрашиваю. Около ДК будет? Что-нибудь? Праздник какой-нибудь сказал? Нет. О! Идет звездя. Ты куда потепала? А? Звездюлька? Ходит она у нас в подгузнике? Да? Она всегда ходит. Потому что она не понимает, что надо... Если в штанишках ходишь, в шортиках там или в плавочках, что надо на горшочек идти. Она садится в него, а не писает туда. Она несет подгузник, чтоб ей одели. Она тогда спокойно пописает. Там что рвешь? Бабе лучше бы грядки помогала полоть. Шлында. А? Скажи всем привет. А? Вон она бабе цветочек принесла. Да! Вот цветочек бабе принесла. Зайка моя. Сегодня праздник, а мы даже уехать не можем. Туда-то бы, скажи, мы уехали, а обратно вот... Когда разговаривать начнешь, скажи привет. А? Здесь дюлька моя. Там картошка у нас варится, селедка какая-то, помидорки купила, огурчики, салатик сделала. Сейчас редиски отнести домой до укропчику. Она, наверное, не догадалась укропа сорвать. Вот так, девчонки, на такой грустной ноте. Скажи всем пока, Варвара. Помаши ручкой, скажи всем пока. Она дуванчик нашла. Вот она. Бабе она цветочки носит. Маникюра бабе никакого нету. В грядках копается. Будьте здоровы, бабе цветочек. Еще один надо. Скажи всем пока. Человек настроение вся покусанная. Ладно, девчонки. На этом буду заканчивать свое видео. Где-то грустно, где-то тяжелое, где-то психую. Потому что вот сейчас все солнце спряталось. 22 градуса. 6 часов вечера. Настроения никакого. Комары накусают, мошка летает. В общем, вот она мне еще цветочек принесла, не распустився. Маникюра никакого, все в земле. Поэтому буду и прощаться с вами. До следующего видео. Всем пока-пока. Вавар, скажи пока. Ладно, девчонки. Пошла она мне сейчас все цветы принесет. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok